Мандельштамфест Поскольку фестиваль проводит театр, для нас это все-таки непростая такая история, непростая задача подготовить и провести фестиваль. Ну вот, минуту на два года и мы объявляем сегодня программу «Здорово Мандельштамфеста». Фестиваль этот, с одной стороны, связан с именем поэта, который прожил в нашем городе некие решающие очень важные годы своей жизни, с другой стороны, он не замыкается на такой персональной репостаси. Он все-таки о том, что и для того, чтобы публика зритель, прежде всего молодой зритель, понимал, что поэтия жива, она живет не только в сборниках поэтических, она существует в театре, поскольку очень много травматургии на основе поэтических текстов возникает. Она является содержанием музыкальных программ, она воплощается так или иначе в изобразительном искусстве и в каких-то других современных, иногда вот авангардных формах, таких как рэп, хип-хоп и так далее, и так далее. Мы будем проводить фестиваль один уикенд, то есть пятница, суббота, воскресенье, 8, 9 и 10 декабря. И постараемся вместить в эти три дня все, что возможно на наших площадках, будет специально в самых разных форматах и жанрах за эти три дня провести. То есть здесь будет выставка в нашей галереи открыта, пройдут две лекции, состоятся два концерта, будет показано несколько спектаклей, эскизов спектаклей и еще некие спецпроекты. Внимание воронежской публике должен привлечь эскиз спектакля «Сумерки свободы» по стихам, письмам и дневникам Осипа Мандельштама, потому что его представит Антон Маликов, режиссер с воронежскими корнями. Антон Маликов, прошу заметить, не Руслан, а Антон Маликов, молодой, но достаточно известный российский режиссер, который учился у Хейплица, закончил в 2013 году. В целом при этом театре поставил достаточно заметные спектакли. Ну вот, вот, если с последнего, вот, скажем, театр «Старый дом» в Новосибирске, там несколько спектаклей он сделал по Камю, по Гаутману, он также работал в Норильском театре ставил, в Курганском театре ставил и в Центре Мирхольдна в Москве. Просто сам Антон, человек воронежский, здесь для него город и место родные, он будет, наверное, рад как-то представить впервые своим землякам свое творчество. Ну, плюс он давно интересуется нашим театром, и мы таким образом познакомимся с новым режиссерским именем, с новым почерком, с новым подходом к каким-то возможности, чтобы выйти в какое-то дальнейшее, какое-то дальнейшее сотрудничество может родиться. Три дня чрезвычайно насыщенной программы «С утра до глубокого вечера» ожидают театральных гурманов и поклонников поэтического творчества Осипа Эмилевича Мандельштама в начале декабря, и это событие, несомненно, станет заметным явлением в культурной жизни столицы Черноземья.